Приветствуем в программе «Хороший вопрос» Сергея Хистанова, экономиста, советника по макроэкономике, генерального директора брокерского дома «Открытие». Сергей Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Вчерашняя история, с которой хотелось бы начать, и тут все замерли и думают, ну неужели опять будут разговоры сейчас про Рамзана Кадырова, его заявление о недофинансировании в запланированном Чечне и всем прочем. Может быть и к этому вернемся, но чуть позже. О второй вчерашней истории хотелось поговорить, об инициативе Минфина, разработанном Минфине законопроекте, о пожизненной профессиональной дисквалификации руководителей банков, страховых пенсионных фондов, в общем топ-менеджеров, чьи организации пришли либо к банкротству, либо к какому-то иному еще печальному итогу. Законопроект разрабатывается, это в принципе конституционно наказывать руководителей организаций, негосударственных, наказывать дисквалификации отстранением от профессии. Ну, прежде всего нужно отметить, что это достаточно распространенная мировая практика, то есть это вовсе не наш феномен. Но вот все три информационных повода, которые вы только что озвучили... Я вроде только про два говорил. Ну, я посчитал, да, заявление главы Республики Чечни о том, что, соответственно, недопустимо снижать финансирование, возможные обсуждалась тема повышения тарифов системы Платона, дисквалификация. Вот если посмотреть на эти вещи с высоты птичьего полета, то их объединяет одна очень простая причина. Причем эта причина, скорее всего, будет сопровождать нас довольно долго. Вот в качестве эпиграфа, процитирую слова премьера, денег нет, но вы держитесь, да. Вот, и, соответственно, сохранение дефицита бюджета. Вот у нас уже не первый год, мы живем в условиях, когда бюджет дефицитен. Волей-неволей вот эти обстоятельства подталкивают все министерства и ведомства, которые имеют хотя бы костное к этому отношение, к тому, чтобы, с одной стороны, увеличить собираемость налогов, ну, налогов в широком смысле этого слова, там, акцизов, сборов и так далее, да. Вот, но, с другой стороны, принять меры по ограничению расходов. А, Сергей Александрович, вы просто так далеко нас уводите от конкретно этого вопроса, касающегося профессиональной дисквалификации топ-менеджмента. Минфин это предлагает. Какой реальный прок для кредитных организаций от этого есть? Ну, уйдут одни топ-менеджеры? Неужели на их место придут, очевидно, более качественные профессионалы? Ну, с чего бы этому так работать? Дело в том, что на большинстве позиций от человека требуется, ну, профессионализм, безусловно, требуется, но, в числе прочего, требуется еще, ну, банальная честность. Соответственно, введение вот этой системы дисквалификации придет к тому, что с рынка труда будут выводиться те люди, которые своими там решениями, возможно, даже не нарушающими уголовный кодекс, я допускаю такое, приводят организацию к финансовому краху. Существует такая практика, это не наше изобретение, как говорится, все новое, это хорошо забытое старое, да. Кстати, забавно, я сейчас даже вспомнил, что похожая практика существовала даже в царской России, да. То есть, если, ну, правда, она касалась не столько финансистов, сколько там купцов, да. Если купец там из какой-то гильдии доходил до банкротства, то вновь вступить в гильдию, даже располагая финансовыми средствами, было, ну, очень-очень затруднено, как раз из-за того, что существовал институт, отдаленно напоминающий, понятно, что называлось по-другому, да, процедуру дисквалификации. Да, но если этот человек, он, например, вернется на предприятие уже не в качестве руководителя, не в качестве менеджера, а в качестве советника, например, это же тоже система. Такое бывает, такое бывает, и опять-таки, такое и раньше было, и раньше было, поэтому я думаю, что вот эта вот мера, она носит, ну, скорее, такой некий моральный характер, да, какого-то значимого влияния на работу финансовой системы это не окажет. Ну, в среде хотя бы этих топ-менеджеров какой-то отклик на подобную инициативу можно ожидать? Совершенно нейтрально, да, совершенно нейтрально. Вы бы сами правильно сказали, что если возникнет такая потребность, ну, в конце концов, организация может прийти к банкротству и по совершенно объективным причинам без вины руководства. Вот, кстати, это тоже момент. Если организация приходит к некому печальному финалу, очевидной вины руководства нет, но государство все равно лишает человека возможности занимать эту должность. Ну, да, есть такое, такое есть, да. Кстати говоря, вот одна из причин, как финансово-кредитное учреждение может прийти к печальному финалу, будучи, вообще говоря, вполне здоровым. Вот наверняка вы тоже являетесь вкладчиком какого-то банка и замечали, что вот открывая какой-то вклад, даже срочный, вы имеете право забрать его досрочно, потеряв проценты, да? Да. И мы к этому привыкли, мы живем в таких условиях, там, десятилетиями, никого не удивляет, да? Вот, но с точки зрения экономической теории, вот сама возможность забрать вклад досрочно, ну, пусть даже потеряв проценты, да, она создает существенные риски. Для самой кредитной организации. Абсолютно верно. Даже есть название, оно немножко забавно звучит, кредитно-депозитное проклятие. Смотрите, если вы разместили в банке депозит, и банк этот депозит какой-то организации выдал, допустим, в качестве кредита, банк попадает в не совсем справедливые условия. Он заранее забрать кредит не может, то есть если кредит выдан, его истребовать заранее, там, без желания, там, того, как деньги получат. Ну да, а вы уже желаете свой депозит вернуть. Да, да. И если по чечайне такое желание посещает большой процент вкладчиков, ну, скажем так, там, процентов 30, да, то есть шансы, и такие истории, вот, я на скидку сейчас не вспомню название банка, но пару историй я знаю, да. Когда абсолютно здоровый банк, прибыльный, не имеющий никаких проблем, но возникла паника, прибежало много вкладчиков. Какой-то медиасигнал прозвучал, и стадо вкладчиков. Ну, в одном из случаев это была там какая-то массовая рассылка СМС со слухом о том, что в банке проблемы. Люди испугались, побежали забирать свои депозиты, и банк, который был абсолютно нормальный, да, погиб. Но это разве не как раз то, те риски, которые должны просчитывать именно менеджеры? А дело в том, что это объективно, с высокой точностью рассчитать нельзя. Кстати говоря, вот в области теории рисков, я просто по работе с риском много десятилетий имею дело. Вот забавный пример, чтобы вы поняли, в чем философская сложность. Вот любой, даже ребенок знает, что если вы взяли монету, и, допустим, орел-решка бросаете, то, в принципе, расклад вариантов 50 на 50, да? Это даже ребенок знает. Ну, шансы, что монета зависла в воздухе или встала на ребро, не рассматривают. Нет, просто есть какие-то исследования, которые, ну, довольно обширные, которые колеблют эту теорию, но... Нет, вот если будете бросать достаточно долго, чем дольше будете бросать, тем ближе будет к 50-50. Может даже ввести дополнительное правило, что если монета зависла в воздухе или встала на ребро, вы просто перебрасываете, и все. Вот с такой оговоркой, ну, точно будет 50 на 50. В чем проблема? Проблема в том, что эти 50 на 50 будет, если вы бросаете достаточно долго. А вот если вы бросаете один раз, вот всего один, кто-то может заранее сказать, будет орел или решка? Никто. Причем я привел пример, самую простую задачу из тюрьевероятности, да? Хрестоматийно простую. А вот теперь представьте, что вы руководитель банка, вот у вас есть депозиты, выданы кредиты. Кто и как может заранее сказать, когда к вам прибегут толпы вкладчиков забирать свои депозиты? К сожалению, никакими... Есть набор относительно предсказуемых рисков, то есть какие-то медиа-атаки на предприятия, политические обстоятельства в регионе, где работает кредитная организация. Бывает, бывает. Это все мы как-то суммируем и считаем исходя из этого. Отлично. Но если считать это механически, это приведет к тому, что вы кредиты выдавать вообще не можете и должны на готове держать все деньги. Тогда банк просто умрет от бесприбыльности. Поэтому в жизни вот эта вот задача, она научно обоснованного, абсолютно точного решения не имеет. Центральный банк выпускает нормативы, формальные нормативы, по которым работают организации. Да, нормы резервирования есть. Но эти нормы резервирования не спасут банк, если к нему прибежит процентов 60 его вкладчиков. Поэтому бывает в природе ситуация. Она, к счастью, бывает довольно редко, но бывает. И, кстати говоря, банкиры уже не первый год, даже не первое десятилетие, вот очень широко господин Аксаков поддерживает эту идею, просят ввести другой вид депозитов. Кстати говоря, во многих странах они есть. Есть депозит вот в таком виде, как мы привыкли, да? А есть так называемый безотзывный депозит. По нему обычно выше процента. Который запрещено забирать до истечения срок. И это будет касаться только физических лиц? Ну, то есть как один из продуктов, безотзывный депозит. Вот обычно ставки по таким депозитам несколько выше. Ну, как, раз есть какое-то неудобство, оно должно быть компенсировано. Но появление вот такого типа продуктов, ну, часть наших банков, особенно небольших, вот, это бы обезопасило. Я напоминаю, что вы тоже можете принимать участие в нашем разговоре, либо писать сообщение для этого. Есть телеграм-бот «Говорит МСК-бот», либо писать смс-сообщение на номер плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Либо дозваниваться к нам в прямой эфир, семь три, семь три, девяносто четыре восемь. Это наш телефон, напоминаю, у нас Сергей Хистанов в студии. Вопросы есть уже по обозначенной теме. Аллигатор спрашивает, не спрашивает, а утверждает, но ведь банкротить не руководители, а акционеры. Почему с менеджмента спрос? Очень просто. Вот во всем современном бизнесе, хоть сколько-нибудь крупном, довольно четко различаются те, кто управляют, и те, кто владеют. Да, в российских условиях часто совпадают эти люди, но и в российских условиях для крупных предприятий акционеры и менеджмент не совпадают, а на Западе это даже считается нонсенсом, когда владелец предприятия управляет сам. Как правило, управляют наемные менеджеры. Кстати, почему это так? Какие-то есть этические вещи, которые нам недоступны, непонятны? Нет, причины совсем другие. Во-первых, для этого требуются разные навыки. Вот для того, чтобы принять решение, что в данный вид бизнеса имеет, вкладывает капитал, требуются одни навыки. Вот яркий пример Уоррен Баффет. Он сам мало управляет, а он принимает решение, в какие там виды бизнеса имеет смысл вкладываться. И делает это очень хорошо. Да, но у него... Это человек, который имеет возможность выбирать, с чем работать. Но если человек не такого высокого полета, как Уоррен Баффет... Ну, тут, видимо, не сильно в теме. Существует довольно много акций, которые стоят совсем недорого. И вот стать совладельцем «Газпрома» вы можете там менее, чем за 200 рублей. Медоритарием можно стать довольно легко. Поэтому на Западе, как правило, есть профессиональные управленцы, которым, кстати говоря, почти все равно, чем управлять. Вот было много историй, особенно в 80-е и 90-е годы 20-го века, когда человек, который сделал себе имя, как управляющий автомобильным производством, перешел в электронную промышленность. Совершенно вроде бы другое. Но забавно, но большинство чисто управленческих навыков при условии, что компания большая и функции людей формализованы. То есть вот как в армии. И они формализованы для большинства компаний. Ну, даже у нас, если вы посмотрите, во многих отраслях деятельности функции формализованы. Вот современный айтишник, специалист по информационным технологиям, ему глубоко все равно, в какой фирме он работает. Большая часть принципов функционирования информационных систем, неважно, в больнице, на заводе, в бизнес-центре, будут работать абсолютно одинаково. Большая часть разделов в бухгалтерии. У нас бухгалтерский учет требует много людей. Они тоже совершенно одинаковые. Бухгалтеру все равно, что учитывать. Выданные одноразовые шприцы в больнице, либо проданные автомобили в салоне, которые автомобилями торгуют. Сейман спрашивает или, опять же, утверждает, с каким плечом банк выдает кредиты и поясняет, от собственного депозита. То есть нет ли какой-то формулы, когда мы объем депозитов... Формула есть, да. Судя по вопросу, слушатель явно имеет отношение к финансовым рынкам. Потому что на жаргоне людей, которые профессионально работают на финансовом рынке, плечо — это соотношение между взаимными средствами и собственными. Чем плечо больше, тем, соответственно, риск обычно больше. Вот это вот самое соотношение, оно определяется в банковской сфере немножко другим понятием, называется норма резервирования. И составляет в разные времена по-разному. Кстати, не так давно Центральный банк менял эту норму. Вот я как раз хотел сказать, это Центральным банком установлена норма, а внутренние какие-то регламенты на этот счет вводятся или только на ЦБ все смотрят? Как правило, все пользуются нормативами ЦБ. И теоретически можно себе представить, что внутри будут какие-то свои нормы, но они в любом случае должны быть не мягче тех норм, которые спускает ЦБ. А величина, чтобы просто слушать все было понятно, ну где-то, наверное, от 6 до 10. Вот так примерно. 7-3-7-3-94-8. Те, кто на протяжении таких последних 15 минут дозванивался, давайте возвращайтесь в линию. Ваши вопросы Сергея Хистанова, либо комментарии к сказанному. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, да. Леонид Сергеевич. Вы знаете, я бы вот согласился с принимаемыми мерами законодательные, если бы работало, вот вы мне ответите на этот вопрос, работало бы два обстоятельства. Первое, любая организация, независимо от того, что государственная даже она или частная, должна быть ее деятельность установлена в том случае, если средства, которые она берет у других населения, организации, у того же государства, превысили актив, долой какой-то процент, который нужен на месяц-два работы оплаты труда, тысяч сотрудников и так далее. Это первое. То есть не в счет, не тогда, когда уже организация прогорела и продолжает брать в счет будущих выгод, а уже в тот момент, когда актива не хватает для выплаты, в том случае, если она грохнется. И вторая часть, поскольку очень часто организации некоммерческие, значит, кошмарят государственные чиновники, полностью лишать тех чиновников, те структуры министерские, те группы чиновников, которые довели до такой ситуации. То есть лишать их возможности работать в сфере управления. Вот тогда, мне кажется, закон был бы эффективным. А если вы предлагаете проецировать этот закон на чиновников? Вторая часть, это скорее благие пожелания, у которых мало шансов быть реализованными. А вот первый вопрос, как ни странно, в значительной мере, по отношению, по крайней мере, к банкам реализован. То есть у банков есть целый набор нормативов, самый такой важный норматив достаточности капитала. И если по очищаянию банк не удовлетворяет этим нормативам, у него отзывают лицензию. Поэтому в значительной степени регулирование банковской сферы как раз примерно на такой концепции. На самом деле формально определение другие, но смысл абсолютно такой же. Есть финансовые нормативы, как только достаточности капитала становится недостаточно, банк отзывает лицензию. Я сейчас вынужден прерваться для того, чтобы сообщить публике о движении на Кавушском шоссе. Слушатели, руховатый Ван присылает нам фото. Фура зацепилась, не фура, а самослава, простите, зацепился за пешеходный переход надземный. Судя по всему, будут очень серьезные проблемы с движением. Он не уточняет, где именно на Кавушке это произошло. Иван, если вы не против, сейчас наши коллеги, наши продюсеры попытаются с вами связаться. Может быть, расскажете нам об этой ситуации чуть подробнее. Кавушское шоссе, либо прочие пользователи, готовые об этом, слушатели готовы об этом сообщать, тоже пишите к нам в Телеграм, говорит MSKBOT в одно слово, либо на смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Картина эпичная. Самослава вознесся над Кавушским шоссе. Мы продолжаем разговор об экономике. Сергей Хистанов у нас в студии. К следующей теме хотелось обратить, к тому, о чем ведомости сегодня пишут, причем история такая с бытовыми деталями. Накануне Владимир Путин, видимо, лично, договорился с Вагитом Ликперовым о том, что Лукойл купит пакет акций Роснефти. Не купит, а произойдет приватизация Роснефти, в этом будет участвовать Лукойл. Когда я говорю о бытовых деталях, ведомости описывают это как 20-минутную поездку в автомобиле. То есть Путин вот куда-то отъезжал и просто пригласил Ликперова присесть, и они 20 минут там беседовали. Видимо, об этом предполагают ведомости. В ближайшие дни, видимо, будет приватизировано 19,5% Роснефти. В этом участвует Лукойл. То, как об этом пишут коллеги из ведомостей, заставляет думать, что Лукойл и, может быть, прочие потенциальные инвесторы, они не так уж были заинтересованы в участии в этом предприятии. Вы что думаете? Насколько участники рынка были заинтересованы в том, чтобы эти 19,5% обрести? Очень сложный вопрос. Дело в том, что любая приватизация, вот вообще любая приватизация, это всегда достаточно сложное мероприятие по следующей причине. Государство, как правило, заинтересовано в предприятии тогда, в приватизации тогда, когда конъюнктура экономическая достаточно неблагоприятна. И государству банально нужны деньги. Вот если посмотреть на ту обстановку, которая у нас, в общем-то, последние пару лет в экономике наблюдается, то да, государству нужны деньги. Это вы сейчас объясняете, с какой целью она, в принципе, проводится и затевает? Нет, 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 послушайте до конца. Это важно для понимания приватизации вообще, да. Поэтому, с одной стороны, государство начинает хотеть провести приватизацию, тогда, когда конъюнктура плохая, и спрос на активы низкий. Когда конъюнктура хорошая, государство, как правило, совершенно не мотивировано ни к какой приватизации. И получается противоречие, что да, когда государство хочет приватизировать, стоимость активов низкая, интерес к ним низкий. По объективным совершенно причинам. Потому что инвестор заинтересован в приобретении актива тогда, когда он от актива ждет какую-то отдачу. А сейчас, ну, по крайней мере, на горизонте года 2-3, ну, по самым оптимистичным прогнозам, мы получим стагнацию. Скорее всего, там, тот спад, который наблюдается, он потихоньку продолжится, хотя и меньшим темпом, чем перед этим. И в этих условиях, естественно, интерес большинства структур к приватизации нефтяных компаний не очень высокий. Совсем не очень высокий. Тем более, что помимо вот этих соображений еще и Минфин выступает с инициативой увеличения фискальной нагрузки и на нефтяников, и на газовиков. Сейчас идут довольно бурные переговоры, консультации, там, на сколько и так далее. Ну, и представьте, что вот вам предлагают купить бизнес, налог на который явно будет повышен, да? Вот как у вас с интересом будет покупка? Ну, интерес, да, видимо, к этому может поднять только личная беседа с президентом. Вот, поэтому, да, может быть, может быть, действительно, именно эта сделка и состоится, но я думаю, что интрига вот здесь будет сохраняться до последнего момента. Интрига в чем? Это будет лукойл или вообще не найдется инвестора? Кто это, кто это будет, какой будет объем, по какой цене? Потому что, в конце концов, любой актив, даже достаточно проблемный, можно продать, если выставить привлекательную цену. Вот, опять-таки, безотносительно конкретной компании, да, но вот напомню, такой забавный случай, я думаю, слушать нам будет интересно, вот, 1998 год, да? Помните, дефолт случился, все. Как ни странно, дефолтные бумаги Российской Федерации пользовались спросом. Просто они торговались не по номиналу, а там практически вдвое дешевле. И, тем не менее, вот... С чем это было связано? Связано это с тем, что их покупатель надеялся использовать эти бумаги, ну, допустим, для зачетов, обязательств перед бюджетом и так далее. Поэтому любой актив, даже достаточно проблемный, да, вот если предложить за него адекватную цену, ну, наверняка найдет какого-то покупателя. В случае, если покупатель так и не найдется, это будет какая-то брешь в российском бюджете? Вообще, сама эта идея приватизации вот этого пакета акций, она же происходит из желания дополнительные какие-то поступления для бюджета? В основном, да. В основном, да. У нас сохраняется дефицит бюджета, вот, несмотря на все... Если не будет реализован этот пакет, это будет прям серьезный удар по... Нет, смотрите, вот, ну, драматизировать тоже не стоит. Да, у нас сейчас дефицит бюджета чуть больше трех процентов. Вот, буквально несколько месяцев назад Минфин гордо сообщил 2,9, ну, потом немножко увеличился. Я думаю, что мы год закроем 3-3,5. Дефицит бюджета вот на бытовом уровне, особенно, когда называют вот такие проценты небольшие, воспринимается как вещь не очень существенная. Вот что такое дефицит бюджета с точки зрения простого человека? Это означает, что государство часть своих обязательств выполнить не может. То есть вот государство там какие-то обязательства... При этом составляя бюджет, оно может быть уже извещено о том, что дефицит, да, будет, обязательства на себя берет. И да, и нет. И да, и нет. Можно предполагать... Иногда можно предполагать весьма точно. Но, с другой стороны, будущие доходы государства, которые тоже нужны для составления бюджета, их с абсолютной точностью знать не может никто. Понимаете? Вот как бы мы хорошо ни прогнозировали, ну, все бывает. Нефть может подорожать, нефть может упасть в цене, да. Вот. Может случиться какая-нибудь техногенная авария, да. Вот. Типа наводнение. Помните, большое было. Вот. И, естественно, как мог человек, который составлял бюджет там на этот год, предположить, что случится наводнение? Вы даете нам тот же извод, что и в случае с банками, с менеджментом банков, которые наказываются. Поэтому есть, опять-таки... Как будто ничего не предсказуемо, но ровно ради того, чтобы прогнозы... Смотрите, с высокой точностью непредсказуемо, да. Но есть какие-то закономерности, которые тоже столетиями проявляются. Вот есть такая эмпирическая формула, что пока дефицит бюджета меньше 3%, больших проблем он не вызывает. Как только он вырастает там заметно за 3%, это грозит самыми непредсказуемыми последствиями. Но самый яркий пример, это тот же дефолт 98-го года, да. Поскольку вот те люди, которые принимают решения, в том числе и по вопросам бюджетного дефицита, они из того же 1998-го года, если вы вспомните историю, вынесли очень простой урок, да. Что для того, чтобы финансовая система России сохранила устойчивость и управляемость, да, вот, необходимо, чтобы дефицит бюджета был достаточно мал. Но они тоже ориентируются на цифру в 3%? Судя по тем решениям, которые Минфин принимает, да, скорее всего, плановая цифра где-то в районе 3%. Вот. И из этого следует, что как только дефицит начинает за эти рамки выходить, начинают принимать самые суровые меры по тому, чтобы обуздать этот параметр. 73-73-94-8. Это телефон нашего прямого эфира, но, вероятно, вы им воспользуетесь уже после информационного выпуска. Также можете писать к нам в эфир в Телеграм. Говорит МСК-бот в одно слово. Этот адрес существует. И наш смс-портал плюс 7-925-48-94-8. По поводу Самослава есть еще одно сообщение от наших слушателей. Они пишут, что он зацепился в районе кладбища Ракитки. Сообщает нам 07-й. Спасибо. Но, я думаю, коллеги уже дозвонились. Сейчас в информационном выпуске какие-то подробности этой истории. Нет, не дозвонились. Какое горе. Просто имейте в виду, на Калужском шоссе Самосвал сейчас кузовом держится за пешеходный переход надземный. Эпичное зрелище. На сайте у нас фото уж точно-точно должно появиться или в Твиттере. Сергей Хистанов в нашей студии. После информационного выпуска продолжаем разговор с ним. Хороший вопрос. 11 часов 35 минут. В студии Сергей Рыбко. Я на мгновение снова вернусь к ситуации на Калужском шоссе. Алексей Воронин нам сообщает, что там Самосвал, зацепившийся кузовом за надземный переход, уже убрали. С движением проблем, кажется, нет. Спасибо, Алексей Воронин. Но все равно посмотреть на это стоит. Ступайте на сайт, говорит, Москва.ру. Там несколько фотографий у нас уже есть. С Сергеем Хистановым, экономистом, мы продолжаем разговор. И несколько вопросов с нашего СМС-портала, может быть, напрямую к обозначенным темам не относящихся. Скиф спрашивает, почему сложную экономическую ситуацию нам преподносят как стихийное бедствие, а не как результат деятельности властей? Вот это, кстати говоря, хороший вопрос, очень грамотный. Дело в том, что есть экономические трудности, которые носят объективный характер, и от действия властей почти не зависят. А есть экономические сложности, которые создаются неверными управленческими решениями, которые как раз принимают представители у вас. А как понять, что есть проведение, а что есть ошибка? А вот научный ответ на этот вопрос потянет на Нобелевскую премию по экономике. Забавно, но четкого научно обоснованного ответа на этот вопрос в природе не существует. Тем не менее, на одну интересную вещь хочу обратить внимание. Люди, которым сейчас лет 45 и старше, наверняка помнят, минимум три экономических цикла. Вот я лично помню таких три. 86-й, 97-й, 2008-й. И легко заметить, что периодичность вот этих вот экономических спадов, я просто назвал годы, когда там ярко это все появилось, она более-менее регулярна. В экономической теории есть понятие теории циклов, и сильнее всего на жизнь людей влияют так называемые среднесрочные циклы, или по фамилии француза, который их открыл, вот не уверен, что сейчас я его правильно произнесу, жюглярда, циклы жюгляра. Они длятся 7-12 лет, ну и вот я перечислил годы, когда происходили там заметные спады. Вы сказали 86-й, 96-й, 97-й. Восьмой это последствия, да, 2008-й. Вот из этого ряда 14-й год, 14-й и 15-й, когда вот последний экономический спад у нас стартовал, да, он немножко выпадает. Предыдущие три экономических цикла были связаны с колебанием цен на нефть, и были отражением процесса в мировой экономике. Вот забавно, но вот за последствия 86-го, 97-го и 2008-го года возлагать вину на правительство совершенно неверно. Это глобальные процессы, ну все страны мира от этого пострадали. А вот... Одно уточнение, позвольте все-таки. Сейчас стартовал какой-то очередной цикл. Вы к этому? Нет, вот нет. Еще интрига еще больше. Вот если посмотреть на экономический спад, довольно жесткий, да, 14-го, 15-го, конец 14-го, там осень 14-го, начало 15-го годов, да, который сейчас притормозился, но все равно спад продолжается, да, вот, то он из этого ряда выбивается. То есть посмотрите на другие крупные страны мира, да. В Америке рост, в Европе хилый за счет Германии, но рост, да. В Китае приличный рост, в Индии приличный рост, у нас спад. О чем это говорит? Это говорит о том, что природа вот этого нашего нынешнего спада очевидно отличается от природы предыдущих трех. И мы сосредотачиваемся на том, что она внутренняя. Ну, трудно сказать. Опять-таки, к сожалению, экономика-наука не точная. Это не физика, там, не математика, да. И, к сожалению, вот такие глобальные вещи иногда становятся объективно понятными немножко постфактум. Вот я думаю, что где-нибудь к середине следующего года, кстати, ответ на этот вопрос заметно прояснится, да. Заметно прояснится. На вопрос о том, наше нынешнее экономическое положение следствие нашей внутренней работы или, наоборот, ее отсутствия. Нет. Смотрите, любая сложная система, а экономика страны это очень сложная система, она зависит от многих причин. Есть внешние причины, есть внутренние. Но не увидеть вот это противоречие, что предыдущие три были синхронизированы с кризисом по всему миру, а этот нет. Ну, вот на это противоречие, как минимум, обратите внимание. Обратите еще, пожалуйста, наше внимание. Вы сказали, что нынешняя ситуация тоже имеет какую-то точку старта. Вот она где? Хронологически? Хронологически, ну, наверное, сильное падение цен на нефть осень 2014 года. Этот цикл, даже несмотря на то, что он происходит по схеме, отличной от прежних трех вами обозначенных, его продолжительность все равно соответствует вот этим семи, двенадцати годам. А вот здесь как раз большая интрига. Дело в том, что экономические кризисы делятся на две группы. есть циклические. И вот три предыдущих вот этих вот года, которые я вам процитировал, 86, 97, 2008, это просто такие вот яркие примеры. Но из этих трех, 98 и 2008, 97, 2008, это немножко одно, это циклические. А вот 86, это структурный. И посмотрите, сколько они продлились? Фактически мы переросли уровень 86-го года до где-то в начале 2000-х. Там тяжело мерить из-за того, что, ну, разная система цен была, да? Понятно, что система цены СССР и России и современной разные вещи. Структурно другие страны. Но мы заметно вот на глазах переросли там уровень 86-го года, то как где-то в районе начала 2000-х. То есть это грубо 15 лет. И вот если тоже слушателям интересно разобраться, насколько долго, очень советую, это очень тяжело описывать словами, но легко найти в интернете, да. Вот. Есть, по-моему, на сайте такой нефтяной компании British Petroleum, вот, красивая картинка. Экономисты British Petroleum взяли и пересчитали цены на нефть в постоянные доллары. Ну, понятно, что доллар нынешний 86-го года существенно разный, да? И они взяли, и, по-моему, там лежит картинка, в доллары 2015-го года пересчитали. Инфляция известна, это легко считается. Почему его именуют постоянным, если вот доллар 15-го года? Ну, пройдет время там обычно, это считают там где-то на пару лет назад. Почему не взять некую среднюю стоимость этой валюты за период вот от 86-го до 15-го? При желании можно, но не суть, там на самом деле суть в другом, да. Вообще говоря, интереснее пересчитывать ближе к настоящему моменту, но там есть технические сложности, та же инфляция считается не быстро, поэтому обычно там где-то с годичной давности дату берут и считают. Но там интересно не это. И посмотреть на картинку, причем посчитали с 1861-го года. Вот с 1861-го года первые там данные появились, да, первая оптовая торговля нефть появилась, да. Вот. И оказалось очень интересно, что было всего два случая, когда нефть стоила дорого, что большую часть вот этой вот 150-летней истории нефть была дешевым товаром. Она никогда не стоила дорого. С чем всплески цены? Первый всплеск был 73-й год арабо-израильская война, эмбарго арабских стран на поставки нефти в страны Запада, взлетела за год, за один год в четыре раза цена на нефть, на Советский Союз пролился золотой дождь и последовала там десятилетняя эпоха высоких цен на нефть. Вот когда люди ностальгируют о Советском Союзе, то это что? Это вторая половина 70-х, это первая половина 80-х годов. Вот я там пол этой эпохи хорошо помню лично. Второй взлет неужели 2000-е? Да. Второй взлет это как раз вот с начала 2000-х до 2014-го года. С маленьким перерывом на... И это тоже связано с военно-политическими обстоятельствами? Как раз гораздо глобальнее. Гораздо глобальнее. То, что это сопровождалось бурными там военными действиями, это несущественно. Существенно другое. Вот обвал нефти 2008-го года, он был связан с тем, что спрос упал. Упал спрос и, соответственно, вот цена упала. А вот драма нефтяного рынка конца 14-го, начало 15-х годов, которая в принципе продолжается и сейчас, она гораздо глобальнее. На рынок вылилась дополнительная нефть. Производители так называемой сланцевой нефти... Ну, почему я говорю так называемой? Мне довелось пообщаться с профессионалами нефтяной офисом. Технологически это неправильное название. Ну, это неверное название. Вот настоящая сланцевая нефть, вот с точки зрения тех, кто нефтью там нелюбительски занимается, это нефть, которая получается пиролизом горючих сланцев. Вот это совсем не то, что добывают в Америке. Но с легкой руки журналистов, причем не только российских, да, вот это вот неправильное название сланцевой нефть так прижилось, что я его употребляю, ну, а реверанс так называемый... Ну, хорошо, а то вещество, то сырье, которое все-таки американцы добывают, как его вернее называть? А вот я даже без заглядывания шпаргалку не воспроизведу, потому что там полное академическое название на абзац. Вот. Но суть в другом, что на рынок пролилась дополнительная нефть. Причем, что любопытно, этой нефти, вот даже осенью 2014 года было немного. Вот на пике производства сланцевой нефти, это грубо 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. Чтобы вы масштаб понимали, мировой рынок нефти, это чуть меньше 100 миллионов баррелей в сутки. То есть даже на пике это было 3%. Цена упала в 2,5 раза. Почему так? А дело в том, что рынок нефти неэластичный. Даже вот как качели, небольшой перевес предложение, цена сильно падает. Небольшая нехватка нефти, цена сильно взлетает. Это вот есть такой термин экономистов, называется неэластичный рынок. Вы используете глагол пролилась, но кто-то просто пришел на рынок с этим, увеличив добычу или... Да, пришли производители этой самой сланцевой нефти и увеличили добычу, вот сместили равновесие от привычного на примерно 3 миллиона баррелей в сутки. И вот в ноябре 2014 года, да, страны-члены ОПЕК, вот, кстати говоря, скоро опять собираются, да, собрались на совещание и решали вопрос, что делать. Потому что вопрос довольно драматичный. Если у нас официально федеральный бюджет зависит от экспорта на 43%, ну, это цифра лукава, если считать там те, кто косвенно зависит, то на 65%. Это много, но для сравнения, там, Саудовская Аравия за 80%, ну, а страны типа Анголы, Венесуэлы за 90%. То есть мы еще не хуже других в этом плане смотримся и так далее. Вот, что делать? И, кстати говоря, и наш представитель был приглашен, да, вот, и довольно бурно в Вене заседали и решали. Часть стран, вот, сильнее всего Венесуэла выступала, и мы ее поддерживали. За ограничение добычи. Да. В конце концов, от 3% люди не умирают, да? Никто не мешает взять и всем дружно на 3% сократить добычу. Чтобы компенсировать и хотя бы выровнять. И если бы вот это вот предложение было принято, цена была сейчас на нефть была где-нибудь в районе 100, 110, временами 120, вот это в этом диапазоне колебалось. Вот, соответственно, и рубль бы никуда не упал, у нас бы не было такого спада и так далее. Ну, по моим воспоминаниям, последние публикации на эту тему, они как раз о том, что представители ОПЕК готовы к сокращению и регулярно какие-то встречи происходят. Не верьте. Встречи будут происходить до второго пришествия, а вот сокращения... Сокращения не будет. Смотрите, дело в том, что до примерно 82-83 года, да, так оно и было. ОПЕК собирался, решение принималось, добыча ограничивалась. Всем миром. Вот, да, и все, да. Потому что, еще раз повторю, ну, 3% и в 2,5 раза это немножко разные вещи, да? Вот. Первый раз этот механизм дал сбой в 85-м году. Вот, в 85-м году произошло следующее. Страны-члены ОПЕК до этого договаривались, а сами свои договоренности нарушали. И в результате самый крупный член ОПЕК, а именно Саудовская Аравия, делала следующее. Она за счет своей добычи сокращала ее и поддерживала цену. И длилось это все где-то года 73-го до, даже могу точно сказать, месяц до сентября 85-го. В сентябре 85-го терпение у Саудовской Аравии лопнуло, и они сказали, господа, ну, так не годится, мы до бесконечности за свой счет регулировать ваш рынок не собираемся, да? Вот. Мало того, это приводило к тому, что доля рынка Саудовской Аравии сокращалась. Ее отъедали вот эти вот нарушающие договоренности поставки коллег по ОПЕК. Кстати говоря, Советский Союз тоже руку приложил немало. Вот. В результате Саудовская Аравия, кстати, забавно, по цифрам увеличения добычи точности совпало с увеличением добычи со стороны слонцевиков, да? На 3,5 миллиона баррелей в сутки Саудовская Аравия с сентября 85-го добычу подняла, и за следующий год цена упала в четыре раза. Вот. И, соответственно, в ноябре вот 2014-го, когда вот это драматическое совещание было, это было действительно вот, ну, решалась судьба. Судьба рынка и судьба многих стран, на самом деле. Саудиты заняли абсолютно другую позицию. Они сказали, да, можно сократить на 3,5 миллиона баррелей добычу, это не проблема. Не проблема, даже с теми неизбежными нарушениями, которые будут. Проблема в другом, да. Джина выпустили из бутылки. Да, сейчас слонцевики добывают 3,5 миллиона баррелей, в сутки. А потом брать 6, а потом 9. Да, и в результате какая разница, у нас упадет цена или у нас упадет наши продажи, да. С точки зрения финансового результата почти одно и то же. И в результате саудиты настояли, ну, часть членов ОПЕК их поддержала, да, и, соответственно, решили вместо того, чтобы снижать, даже чуть-чуть увеличить. И цена, соответственно, там на пике упала до 27 долларов за баррель. Забавно, но саудиты выиграли 70 процентов битвы, да. То есть производство слонцевой нефти упало в 3 с лишним раза. И сейчас колеблется то чуть больше миллиона, чуть меньше миллиона. То есть они 70 процентов битвы выиграли. Но, к сожалению, не полностью, да. Часть слонцевиков разорилась. Ну, ни для кого не секрет, что себестоимость добычи слонцевой нефти выше, чем традиционной. Поэтому от падения цены слонцевики страдают сильнее, чем обычные вот нефтяные компании. Тем не менее, часть из них выжила. И когда вот совсем недавно цена на нефть поднималась за 50 долларов, да, вот как только уровень 45 долларов за баррель был преодолен, в Америке начало расти число буровых установок. То есть часть слонцевиков, у кого геологические условия получше, начали бурение. И в результате вот буквально несколько дней назад цена опять начала снижаться. И если эта тенденция продолжится, если, может быть, еще больше будут именно слонцевой нефтью заниматься в тех же США, ожидаем падения цены? Дело в том, что США это полбеды, да. Дело в том, что большие запасы, ну, в основном газа, хотя есть и слонцевая нефть, обнаружены в Китае. И не так давно, около месяца назад, Китай подписал второе уже, не первое, уже второе соглашение с одной из крупнейших мировых нефтяных компаний British Petroleum. Мне даже страшно подумать, что будет с нефтяным рынком, когда китайцы отсвоят эту технологию. Вот вы еще когда говорили о тех двух периодах, двух моментах взлета цен на нефть чуть ранее, вы говорили про 70... какой год? Говорили, что было два периода, когда цены на нефть резко пошли вверх. 73-й, 85-й, ну, потом, соответственно, где-то примерно, там, 99-й, 2000-й, до... В первый раз это было связано с военно-политическими обстоятельствами, в 2000-х это было связано, если я верно опять в итоге понимаю, просто с рыночными процессами. Рыночные процессы плюс истощение части месторождений, не стоит и об этом забывать. Я как мальчик, начитавшийся фантастики, интересуюсь, а технологические какие-то явления не могут всерьез влиять на этот рынок? Могут, но медленно. Технологические вещи, естественно, влияют, но их влияние будет размазаны, там, лет на 5-10. То есть какая-то технология, разработанная и допиленная вот до практически совершенства, не может взрывообразно повлиять? Нет, вот как раз взрывообразно не может, в принципе. Экономика инерционна, нефть потребляет не только транспорт, да, поэтому, да, новые технологии влияют, но их влияние будет размазано лет на 10. Поэтому вот такого взрыва, обвала мы не увидим. Кстати говоря, вот та же технология добычи сланцевой нефти тоже забавна, но эта новинка-то... Она не стала прорывом, да. ...60-летней давности, да. Вот, забавно, но в СССР первый гидроразрыв пласта сделан барабанная дробь в 1953 году. В Надым-Пуртазовском нефтегазоносном районе, я просто там был в командировке, бесед был с ветеранами, они вспомнили, что в 1974-м впервые это было сделано. Я отчасти поэтому разговор в эту сторону и повернул. Обидно, что мы здесь не на стрии атаки, вот конкретно на этом рынке сланцевых. Ну, что значит не на стрии атаки? Дело в том, что если у вас есть нормальное месторождение, традиционное... Зачем тратить силы и ресурсы на... Зачем тратить ресурсы на сланцевые? Сланец разрабатывает те, кто... Опять же, чтобы хотя бы в технологической области кого-то обгонять, а потом с этими своими технологиями не навязываться тем же китайцам. Дело в том, что у китайцев уже вопрос по большому счету решили. У китайцев есть деньги, у китайцев есть ресурсы, есть желание и политическая воля. Поэтому я думаю, что года через 2-3 китайский фактор начнет давить. Причем сильнее всего это давление будет именно на рынок газа, во вторую очередь на рынок нефти. Потому что в Китае вот геологи спорят, что опять-таки геологоразведка на сланцевый нефть и газ началась не так давно, потому что довольно долго считалось, что это бесперспективное направление, и никто георазведку не вел. Но вот сейчас геологи спорят, Китай это страна номер один в мире по запасам сланцевого газа и нефти, или номер два. Но даже если это номер два, объемы там мало не покажется. Плюс все мы знаем, как китайцы умеют наращивать производство, как китайцы умеют снижать цену и так далее. Вот не так давно, когда довелось бы быть на нефтегазовом форуме, я задал вопрос главному экономисту Бритиш Петролиума по России и СНГ. Вот я говорю, прокомментируйте, пожалуйста, вот это второе соглашение Бритиш Петролиума с Китаем. Вот человек очень аккуратно заявил, да, что в Китае геологические условия отличаются от американских. То есть надо будет приспосабливать технологию к немножко другим геологическим условиям. А дальше вот я почти дословно его процитирую, да, что если удастся приспособиться к китайской геологии, мировой газовый рынок никогда не будет прежним. Простите, все-таки эта схема немножко не так работает. Я чувствую, вы нас задержите, а времени у нас мало. 7373948, это работает так. Вы дозвонились и вы сразу в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Спросите, пожалуйста, у вашего гостя, или он сам меня услышит. Слышит уже, да. Почему Россия сейчас существует за счет нефти? Почему существует немало стран, которые нефти не имеют, и уровень жизни у них гораздо выше? По чьей вине мы скатились до уровня Анголы, Нигерии и так далее? Вы хотите каких-то доступных, но при этом провокационных ответов, судя по всему? По чьей вине спрашивают? Смотрите, ну, ответ на этот вопрос, если отвечать на него честно и обосновывать свою позицию с точки зрения науки, ну, подтянет на докторскую диссертацию. Понятно, что за несколько минут, которые у нас остались, я не успею ответить, да. Если совсем коротко, по очень простой причине, да. По причине того, что мы двигались по пути наименьшего сопротивления. Именно эксплуатация, кстати говоря, в основном советских месторождений, мы, кстати, до обидного мало в постсоветский период ввели в строй месторождения, да, мы в основном, в общем-то, эксплуатируем наследство Советского Союза, да. Вот, именно эксплуатация этих месторождений давала наиболее высокую отдачу за короткое время без каких-либо существенных вложений, да. И именно поэтому мы по этому пути и пошли. Кирилл Кей уточняет. Я слышал, что добыча сланца резко негативно влияет на жизнь вокруг этих разработок. Вы знаете, вот, когда я общался с... С действительно бритеж? Нет, нет, с нефтяниками, да. Вот, есть такой славный город Ноябрьск, где добывается 70% российского газа и 12% российской нефти. И вот, и мне устроили экскурсию на гидроразрыв. Я просто посмотрел, да. Потому что одно дело там слушать эксперта, другое дело взять и пообщаться с людьми, которые с 1974 года имеют опыт эксплуатации этой технологии. Во-первых, ну вот, когда был гидроразрыв, земля чуть-чуть дрогнула, и я спросил, говорю, а какие-нибудь разрушения от этого могут быть? Матерые мужики переглянулись, говорят, отродясь такого не слыхивали, да. Я говорю, а вот раствор, наверное, ядовитый. Народ заражал, и говорит, идем, подводят, вот там в бочках вот этот раствор имеется, открывают этот вот, ну такая чумазая немножко бочка, знаете, вот один из них окунает палец и аккуратно облизывает, потом сплевывает. Говорит, попробуй. Я говорю, боюсь, они смеются, говорит, не бойся, говорит, ничего страшного не случится. Ну я попробовал, плюнул, да. На вкус кислая, примерно как лимон. И состоит вот этот раствор, до которого нас все пугают и так далее, из разведенной соляной кислоты, причем она разведенная до кислоты лимона. Ну то есть, если в ранку попадет, щипать будет, но на языке или на кожу, да нет, ничего нет. И второе, из-за чего оно противное на вкус, да, это вещь, напоминающая самый дешевый стиральный порошок без отдушек. На самом деле это вещество, которое снижает трение. Все. Что там особо вредного? А когда я спросил, опять-таки... Ну а процесс переработки, может быть... Абсолютно так все стандартно, да. Более того, в чем принцип этого самого гидроразрыва-то заключается? Борется, скважина, а дальше для того, чтобы проницаемость увеличить, и можно было добывать там. Либо вот у нас это в основном применяется на старых месторождениях, чтобы нефтеотдачу увеличить, да. Ну а американцы применяют для того, чтобы удавалось... На новых, на свежих. На свежих, там, где обычная просто дебет скважины маленький. Это речной песок, тоже дали попробовать. Вот обычный речной песок, но размер зерен строго одинаковый, да. На ситах специальных калибруется, да. Специальный насос вот смачивает этим раствором, и такая кашеобразная штука закачивается. Качает, 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 потом хрусть лопнула, и в трещины этот песок заходит и не дает трещины закрыться. А кислота нужна в известковых породах, там тоже в разных месторождениях разные составы этих растворов, просто чтобы чуть-чуть разъесть края трещины, и эта штука лучше в трещину зашла. Песок в трещины застрял, трещина схлопнуться обратно не может, и через эту трещину, а у них же поверхность большая, собирается, ну, либо нефть, либо газ. Вся технология. Когда я задал вопрос, а вот, говорит, по телевизору показывали, из крана идет черная жижа. Опять матерые буровики стали ржать и объяснили, да, что жижа может пойти из крана, даже если вы бурите скважину на воду. Это никак не связано с гидроразрывом. Большая часть водоносных горизонтов, вот откуда воду добывают, это не поверхностные воды, а глубже. Вот. И если вы неаккуратно вставляете обсадные трубы, да, это, говорит, грех бурового мастера, да. Иногда нарушается, там, перемычка между разными пластами, и тогда из скважины идет вода грязная, да. Вот. Но это никак не связано, собственно, со сланцевыми технологиями. Совершенно неожиданно. У нас итог передачи получается не экономический, а геологический, химический, экологический. Это как раз, спасибо вам отдельное за это. Сергей Хистанов был у нас в студии, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие».